приветствую друзья на связи андрей жариков сегодня бомбовые новости от мистера диего мартина самые интересные новости будем обсуждать ближе к концу поэтому рекомендую просмотреть это видео до конца и так сообщение как обычно от других людей помечены синим цветом сообщения и ответа диего мартина красным цветом вот тут кто-то пишет что многие люди умрут если компания не вернется диего пишет на меня усиливается давление ситуация та же самая это кстати я читаю сообщение от 7 октября нам необходимо ждать сейчас единственный офис который работает вагам это в кабы верда я все еще сражаюсь народ мне еще нужно 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 несколько дней я я становись сильнее мы все это преодолеем мы победим я не рекомендую приводить новых людей пока компании не начнет платить да что ты говоришь наконец-то диего прозрел он не рекомендует приводить новых людей а господа кофевары с удовольствием весь последний год только этим и занимаются им никакой диего мартин не указ потому что раз циферки в кабинетах по пятницам начисляется значит компания работает а вот диего пишут потому что и ну если если вы будете так дел то есть приводить новых людей то люди перестанут нам доверять и мы не сможем как бы ну развивать наш бизнес вот так вот вот диего считает что нечего новых приглашать так вот его спрашивают мистер диего удалось поговорить с вашим контактом в конце концов абакумов вернулся или все еще как бы еще исчез дизэпир дословно а диего отвечает дизэпир то бишь исчез смотрите какая красота гелоберт исчез абакумов исчез рабала больной и такой больной что за весь год ни одного видео ничего даже текста никакого для своей семьи не написал красота и диего спрашивает а кто же тогда обратно то вернется типа ну компанию то как будем восстанавливать один отвечает антонина будет да только ему видимо здоровье чко надо сильно поправить а то он за год все никак на ноги не встанет да антонина мухин господин мухин даже воскрес его же вроде как уволили по словам ольги клеинарт и я конечно заметьте я конечно я вам ближе к концу видео напомню про это я конечно его спрашивают антонина вернется в компанию до вернется ему пишут мистер диего мы ждем уже с прошлого года и некоторые отдали в компанию последние деньги и все последние там 6 7 месяцев мы ждите ждем видим только сообщение ждите у нас нет больше денег больше ждать пожалуйста дайте нам какую-то конкретную информацию если компания ну типа будет работать или заработать а диего тут начинает то я я такой же как вы я такой же как вы и на протяжении последних месяцев я без работы и мне нужны денежки как и всем вам видите диего включает дурачка и начинают ныть да я такой же как вы и денежек у меня нет чего от меня хотите и вот тут а после его комментарии тут пишет о кажется что у мистера диего уже нет надежды на восстановление компании и диего пишет ну у меня есть надежда как всегда я устал я устал от лжи но я окей я такая вся прийти противоречивая значит диего пишет а ему вопрос задают а возможно ли чтобы такая крупная компания запустилась без руководителя без босса это 0 речь идет о деньгах людей это не игрушки какие-то можете пролить какой-то свет а диего отвечает все скоро будет они обновили сертификат до сертификат который там стоит не знает долларов 30 в год это великое дело вообще обновили сертификат гигантская работа за последний год проделала просто неимоверно еще один шаг а словно детские шаги вот мне это нравится словно детские шаги да то есть за все последний месяц они сертификат обновили очень гениально рим строился не за один день это точно мистер диего я тебе еще напомню эти слова компания делает все для того чтобы открыться снова вообще просто денно и ночно я по-моему а по моему эти сообщения там народ в поддержку когда писал еще год назад в семнадцатом году когда на каникулы ушли помните там народ в поддержку писал чё когда выплаты и так далее поддержка там всегда отвечала мы там усиленно работаем над подключением платежных систем чтобы вот скоро 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 все возобновить представляете год уже прошел вот они там прямо напрягаются изо всех сил вот вот скоро все откроется и вот диего пишет есть маленькие детали но их никто не видит ну почему же компания леонора закрылась да это великолепные детали до была компания там лицензию вроде как собиралась получить потом раз все закрыли да поэтому кое-что мы видим мистер диего мы работаем сейчас сертификаты снова работают да если если бы компания не хотела открыться они бы исчезли долгое время уже назад ты гений мистер диего вот даже спорить глупо ему тут пишут здравствуйте диего очень печально услышать что вы не будете генеральным директором вот это я не очень понял откуда человек это взял но из дальнейших сообщений окажется что так оно и есть но я еще надеюсь что у вас будет какая-то ну хорошая позиция в компании что вы думаете ну я не знаю может быть диего где-то публиковал какие-то сообщения что он не будет генеральным директором но в чате я вроде такого не видел а диего отвечает что мой контакт сказал мне на данный момент я поговорю еще с другим человеком и все будет нормально вот опять запомните я пока я кое с кем поговорю там все нормально диего себя корчит такого там все знающего мы разрули мы все сделаем да все будет нормально да я всегда на позитиве а мистер диего какие прогнозы на будущее будет ли компания ну стартует ли компания до нового года или нет на диего отвечает да я думаю что к концу года она она откроется мистер диего компания откроется с помощью китайцев или уже без китайцев а диего отвечает с китайцами откроется да они же там усиленно работают а человек пишет а вы ты ну ты нам то же самое про август говорил никто тебе больше не верит август наш месяц помнишь ты говорил а диего спрашивать но если ты больше не веришь типа что-то в этом чате делаешь вот тут человек пишет мое мнение такое что пока не не напишут какое-то официальное объявление на сайте компании не существует разумно как бы компания должна как-то вообще руководство компании с народом коммуницировать от них молчок никаких не конференции не видео даже текстовых объявлений а диего отвечает нет они сейчас фокусированы на открытии компании до весь последнего они так сфокусированы и они ни о чем больше не думают и я как я уже сказал я буду здесь до конца опять запомните эти слова я буду здесь до конца расслабьтесь все будет все будет хорошо успокоил вот тут человек пишет с апреля 2018 года деньги были разморожены сейчас уже октябрь 6 месяцев прошло мистер диего сказал что китайцы не собираются покупать агам поэтому где рабала и почему он не проводит конференции последняя конференция была 18 ноября 17 года после после сердечного приступа то есть уже почти год мистер рабала не проводил конференций а диего отвечает а я не говорил такого что китайцы не покупают компании они уже купили понятно вот это интересная новость оказывается китайцы купили вот его спрашивают а что значит скоро один год это скоро один месяц один день пожалуйста уточните а диего да никто не знает ребята как только у нас будет информация мы всем сообщим мы же не можем как бы информацию из воздуха брать ему тут пишут мы не то что тебе диего не доверяем ты наш крестный отец ты наш крестный отец квестри другое но другое дело что люди уже очень давно ждут и ты наша последняя надежда люди разочарованы и расстроенные вот и вот и все пожалуйста не принимай близко к сердцу мы тебя очень любим просто и диего пишет я я заверяю что я тоже очень сильно расстроен я без работы сижу и пытаюсь не потерять мою веру вот я хотел бы чтобы у меня были ответы на все вопросы но у меня нет ответов на вопросы я даже не знаю когда компания мне позвонит прямо как в песне позвони мне позвони а вот это сообщение ребята было опубликовано буквально сегодня как утверждается на странице мистер диего на фейсбуке на его странице правда я зашел на страницу мистер диего и почему-то этого сообщения там уже не вижу если он действительно это публиковал зачем-то он это удалил то есть как бы не очень понятно перевожу сообщение очень интересная моя семья как все вы знаете квестра была моей моим ребеночком моей крошкой с марта восемнадцатого года я сражаюсь без даже не получая благодарности от компании сражается просто вот он сражается все все сражения мистера диего заключается в том что он заходит в чат и пишет сообщение вот это гениальный стиль сражения я я изо всех сил ну прилагал все мои силы чтобы помочь моей семье как бы вернуть то что было как бы мертвым на протяжении целого года надежду то есть молодец вот он все эти месяцы старался вернуть людям надежду хорошо про надежду тоже скажу в июле восемнадцатого года я уволился с работы чтобы быть готовым когда квестра снова стартует а компания продолжала обещать ну продолжала обещать давать обещания и не давать конкретных сроков когда мне ну когда все начнется я чувствую себя покинет покинутым вот так вот девушки то чё думаете ему сладко что ли сахар как помните в иван васильевич вот вы царь царь думаете у нас нам царям легко нам молоко надо за вредность давать вот вот диего вот сейчас в роли царя себя я несовершенен и никто из нас несовершенен я полагался на информацию от других людей о котором я думал что я могу доверять а сейчас я оглядываюсь размышляю над тем что произошло за все это время что меня обижали оскорбляли обвиняли меня использовали и никто не ценил моей работы вот так вот чувствуете уже диего к чему клонит никто меня не ценят никто меня не любит и по всем этим причинам я решил как бы двигаться дальше моей жизни и начать что-то новое свежее приятная же новость ребята девушка решил начать новое и свежее сейчас я работаю над уникальным проектом в котором я буду не только официальным генеральным директором компании но я еще и буду владельцем ну как бы до владельцем эта компания которая будет прозрачный который можно будет доверять которая будет нормально коммуницировать с клиентами и партнерами это и есть ну важные ключи для успешного бизнеса через несколько недель я открываю мой офис мадриде я знаю что те кто знает меня доверяет мне и те кто не верит во всякие слухи про меня мы с очень скоро увидимся но красота просто слезы умиления мистер диего очень скоро на данный момент спасибо вам за ваше доверие я желаю чтобы все ваши мечты стали реальностью я держу всех вас в моем сердце диего ответе какой трогательный мистер диего письмо написал да то есть мы скоро увидимся особенно мне понравилось что я желаю что вам ваши мечты исполнились я думаю господа инвесторы вы согласитесь что если бы вот вы вот компании заработал и вы бы денежки свои вывели вот тогда бы многие ваши мечты действительно исполнились а по факту получается что мистер диего говорит ребята меня тут никто не ценит никто не любит да ну пошло и вон нафиг все пойду-ка я сделаю новую компанию вы тут как хотите нравится вам такой подход мистера диего а ведь вернемся на несколько дней буквально назад что он тут писал ну давайте его спрашивают а кто же тогда в компании работать будет а он говорит антонина мухин и я конечно и я конечно еще несколько дней назад он был прямо вот сто процентов уверен что он будет в компании да что тут еще он писал что рим не сразу строился компания постепенно все делает понимаете то есть он еще несколько дней назад буквально там высасывал какие-то очередные утешения можно сказать из пальца там какой-то сертификатик несчастный обновили и все уже прыгают от радости его компании работает до сертификат который целых 30 долларов в год стоит это вообще огромная работа компании да я я думаю что они концу года откроется да вот несколько дней назад писал я я уже говорил что я буду здесь до конца расслабьтесь все будет хорошо а давайте ребята вспомним что говорила ольга анатольевна клеинарт я буду в компании до конца до буду и что-то ольга анатольевна последний кофе как провела в марте месяце и все и пошла качать другие компании до конца она ну какие господа выводы вы можете сделать да все эти кофевары все эти диеги появляются дают людям надежду говорят вывод будет все будет вам да я буду в компании до конца а почему-то месяц проходит за месяцом год за годом вывода никаких нет и они такие все разочарованы как ребенок ну да а меня вот никто не любит меня все обижают почете чё чё все на меня злятся так и вот важный момент я сначала вообще подумал может быть мало ли это фейк какой-то да потому что повторю на официальной странице диего я не увидел этого текста но этот текст разместили на в чате диего вы его наверное видели а и его не удалили то есть если бы это был фейк то конечно админы чата а их там полно они бы естественно сразу этот текст удалили и а смотрите что диего написал то есть под этим текстом диего пишет я никогда не лгу и я открыл раскрыл мое сердце в этом письме я сделал так много для этой компании и я не получил от них даже благодарности я все это время поддерживал людей и больше не могу ничего делать вот так вот диего разочаровался компания не оправдала его ожиданий и вот последнее сообщение его тут спрашивает диего а скажи для тех кто еще верит в квестру она вернется а диего отвечает я не знаю опаньки опаньки все эти месяцы диего так уверенно вещал да вы чё да сто процентов будет китайцы работают сертификаты обновляются счет холая я не знаю я делаю все что я могу о дешка заскулил что он оказывается не все может вот здесь вообще весело но например в этот момент у меня тут дон дакка какой-то меня обижает слушайте прямо детский сад какой-то мама мама а вон вася вася петров меня это обижает он у меня игрушки отнял он на мой горшок писает товарищ юрист из мадрида куда твой запал то подевался ты там в чате писал я лев я буду сражаться до конца да да я окей и чё куда все подевалось-то дон дакка меня обижает ну и заблокирую его что он тебя обижает дальше диего пишет я устал я буду двигаться дальше все что вы можете делать это бороться опаньки здрасте ты собрал 15 тысяч человек ты сказал что будешь со своей семьей до конца что ты лев ты будешь сражаться будешь всех поддерживать а сейчас сливаешься отличное слово в данной ситуации ребята диего слился все а все что вы ребята можете делать сражайтесь вот так вот а диего надоела вся эта бодяга ну а теперь давайте я назову вещи своими именами ну давайте так как взрослые люди поговорим наконец да без всей этой мишуры диежка появился примерно весной да как он говорит в марте 18 года и начал тут создал чат и начал тут раздавать такие мощные обещания мы все восстановим мы всем все заплатим компания стартует мы сделаем компанию номер один ну так же было в таком ключе буквально заметьте он держался действительно до последнего буквально еще несколько дней назад прям такой уверенный был расслабьтесь ребята все хорошо будет ну вы меня спросите а в чем ошибка то его была ну вы знаете вот он юрист а юристы вроде как люди не глупые вот он своими юридическими мозгами как хоть раз господину рабала за все эти месяцы задал простой вопрос рабала вот ты говоришь что деньги разморожены но как бы действительно есть решение суда что какая-то сумма там разморожена это подтверждено но я миллион раз уже задавал вопрос а какая сумма это ключевой момент может быть там сто долларов разморожено может быть тысяча даже если там сто миллионов евро разморожено вроде бы большие деньги но поделите извините на 630 тысяч инвесторов там на каждого копейки получается понимаете и не будем забывать что все эти месяцы циферки в кабинетах инвесторов постоянно растут 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 а это значит что долги компании постоянно увеличиваются так вот ну два варианта либо диего у мистера рабала задал ему этот вопрос а сколько денег и мистер рабала что-то ему там наобещал может быть сказал что у нас миллиарды и диего так успокоился и начал и начал так уверенно всем вещать что мы всем все заплатим да а может быть и не спросил даже как бы рабала ему сказал да не переживай там деньги есть на счету и так далее но вот опять же те люди кто уже давно следит за деятельностью агам квест ну оглянитесь назад сколько мистер рабала давал обещаний которые в итоге так и не были исполнены напомнить вам когда в августе семнадцатого года было объявлено о разделении компании чё рабала говорил к пятому сентября подключим платежные системы ну и что ни в сентябре семнадцатого ни в один другой месяц ничего не было подключено враньё не говоря уж о том что там в германии польши казахстане украине он еще в июне собирался там что-то подключить обещал что кабинеты в этих странах будут работать как раньше меморандум подписывал рабала в августе семнадцатого года подписывал выполнил он хоть что-нибудь из меморандума нет все враньё ну так задайте себе вопрос то есть если извините человек много раз что-то там говорит дает какие-то обещания а потом оказывает что это все враньё а про банк позвольте вам напомнить про банк как мистер рабала вам там красивые слайды показывал что к июлю восемнадцатого года уже у вас должен работать банк агам и вы должны собственно все выводить через банк ну и что работает у вас банк то есть если человек на протяжении там многих месяцев постоянно дает обещания эти обещания не выполняются а проще говоря врет то есть с какой стати вы ему в очередной раз должны верить то есть если этот человек например тебе говорит да не переживай у нас там деньги разморожены и хватит всем на выплаты да с какой стати вы должны верить на слово диего если бы он был нормальным мужиком с мозгами будем так говорить юристом я вот не юрист но извините у меня здравый смысл есть если бы я был на месте диего прежде чем впрягаться будем так говорить в эту повозку я бы сказал рабала а покажи-ка мне выписку со счета ваших размороженных денег я вот хочу удостовериться прежде чем людям раздавать какие-то обещалки и говорить что мы компанию восстановим и мы все заплатим вот хотел бы удостовериться я никому не покажу вот только ты мне да да информацию дай выписочку я посмотрю и как говорится рабала бы показал выписку я бы посмотрел действительно ли у компании достаточно денег похоже что диего этого не сделал то есть возможно возможно он там сильно доверял рабала они сотрудничали в прошлом и он решил поверить на слово а видите как руководство агамы себя ведет выясняется что уже гелоберт пропал абакумов пропал рабала больной короче никого нет все слились как чертик прыгает и изо всех отдувается ну вот господа вот кто сейчас это видео слушаете ну вот сами подумайте это нормальное поведение то есть появляется чувак какой то который знает прекрасно что 630 тысяч инвесторов уже на протяжении многих месяцев не получают выплаты это я сейчас говорю про март март там про весну восемнадцатого года когда диего только появился к этому моменту уже на протяжении месяцев там полугода а некоторые больше не получают выплаты да и тут появляется он весь такой в белом да спаситель человечества супермен я сейчас всех спасу я все налажу и так далее и вот смотрите он там в начале сообщения он говорит я сделал очень я бы я я попытался дать людям надежду ребят вот понимаете надежда это хорошо но помните фильм достучаться до небес классный фильм кто не помнит там два молодых человека узнают что смертельно больны им осталось там недолго жить и один из них никогда не видел океана и вот они идут чтобы по сути весь фильм как они двигаются к берегу океана ну такой классный классный фильм на самом деле очень трогательный там и посмеяться можно и поплакать и так далее да вот понимаете когда человек узнает что он смертельно болен да то есть он понимает что ему осталось немного времени он может в оставшееся время исполнить какие-то свои мечты правильно а ведь можно рассуждать врач мог собрать мог сказать что у вас все будет хорошо мог да и фактически дать ему ложную надежду правильно то есть вот мы говорим что надежда это хорошо а всегда ли она хорошо вот и если например вы смертельно заболеете не дай бог конечно ну вдруг такое случится бывает нашей жизни вот вы бы чтобы предпочли чтобы вам врач правду сказал или или он как диешка давал вам вот эти вот да не переживайте все будет хорошо вы поправитесь или все таки вы бы предпочли чтобы вам сказали суровую правду что вам осталось там жить несколько месяцев и вы уже как говорится оставшееся время например решили как правильно им распорядиться я думаю что все таки второе правильно поэтому надежда если она ложная это плохо она вводит только в людей в заблуждение понимаете и вот появился диего можно сказать перебаламутил кучу людей у него там в чате 15 тысяч человек вот я сейчас все восстановлю я сейчас мы всем все заплатим да и к чему это привело у нас господа кофевары прямо все вдохновились воодушевились там Кира Антипина Людмила Афонина и прочее прямо да вот диего нам корпорацию номер один восстановит ну и сейчас что вы скажете господа кофевары когда уже и диего слился и понял что ничего ему не светит в этой жизни что вы сейчас скажете будете говорить а пойдем к диего в его новую корпорацию его новую шикарную компанию он там офис в Мадриде открывает смотрите а если вернуться вот к этому тексту что мы прочитали да значит вот диего пишет что я решил двигаться дальше я решил создать кое-что новое и свежее и сейчас я работаю над замечательным проектом в котором я буду официальным генеральным директором но еще и владельцем понимаете так вот ребята если так задуматься а может быть у диего с самого начала этот план и был понимаете если у него этот план был с самого начала то в принципе все его действия логичны то есть диего посмотрел так может быть он весной уже понял что ничего хорошего в квестере не будет но так для отвода глаз он сказал да ребята там все наладится все хорошо но он для себя решил ну а даже если ничего не получится я вот создам свою компанию и все пойдут ко мне ну мог он так рассуждать мог и как бы с этой точки зрения в принципе тогда все становится логично потому что действительно своими вот этими обещаниями мистер диего ну понятное дело сейчас многие его возненавидят просто-напросто после его слива будем так говорить а кто-то так его любит его же там все приглашали приезжайте к нам Нидерланды приезжайте в Казахстан кто-то его так любят что сейчас поедет к нему туда в офис и наверняка зайдут в его новую великолепную компанию так что господа кофевары давайте интересно услышать ваше так сказать авторитетное мнение вы же у нас такие спецы и профессионалы объясните нам в очередной раз что же такое происходит великой корпорации номер один что самый самый верующий великую корпорацию номер один Диего Мартин даже он уже слился и не верит в будущее компании а вы следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был Андрей Жариков всего доброго до новых встреч не до новых встреч не до новых встреч ну Субтитры создавал DimaTorzok